а он такой красивый с бородой все возвращается на свои места всем привет вы на канале микс дринг и сегодня я предлагаю вашему вниманию сравнение красных сладких вермутов именно те вермуты которые можно купить у нас торговых сетях красный сладкий вермут очень популярен в коктейлях и на самом деле я очень люблю пить его просто так со льдом самый мой любимый вермут которая чаще всего беру это мартини причем мартини именно в этой бутылке старого розлива розлив который делала бренд martini rossi до по-моему 2014 года эта бутылочка у меня 2013 года и бутылку именно такого розлива такой формы еще можно встретить нашей местной торговой сети империя вин где собственно я уже брал несколько будто по моему штуки 3 у меня ушло очень мне нравится причем как-то я взял новый розлив после вот этой бутылки и он мне не понравился совсем просто похож на приятное сладенькое вино очень далек от вермута еще вот эти два вермута это так скажем недорогие представители своего класса хотя в принципе делоси по цене он наверно всего лишь в два с половиной раза отличается от вермута мартини литровая бутылка вермута мартини продается примерно за полторы тысячи без акции и частенько бывает около 1000 1100 по акции верму делоси примерно рублей 500 600 я вот это именно эту бутылку приобрел в районе 250 рублей по распродаже в магнит чаще всего она стоит рублей за 450 вермут чара также только недавно стал появляться стоит в сети красное бело и в пятерочке счет около 200 рублей за литр бюджетно ну собственно и вермут на свои деньги именно с этих трех основных вермутов я предлагаю начать а продолжить вермут чинза очень очень редко где сейчас встречается именно такая бутылка одно время у нас стоял еще старый розлив я смотрел там бутылка была 2014 года в сети окей полностью убрали тот розлив причем там стояла ни одна не две наверно штук 30 на нижней полке они очень долго красовались ценник где-то 600 рублей был это кстати по моему 650 здесь уже как видите есть обозначение что не является вином в связи с новым законодательством место происхождения италия год урожая 2018 и позднее винограда содержащий напиток из виноградного сырья вермут сладкий красный и судя по акцизки эта бутылка 2020 года розлива точную дату я найти не могу но в принципе неважно думаю многие из вас видели вот именно такую бутылку еще один представитель красных вермутов этот я уже привез из отпуска кто недавно видел мои ролики я был в краснодарском крае и заходил в такую сеть как алкотека именно один магазин этой сети алкотека меня поразил своим ассортиментом там было очень много что можно было взять для коктейля для домашнего бара причем некоторые вещи очень редкие вот по крайней мере от красный вермут такой же сухой вермут очень благодарю за этот презент сухой вермут долина романа с из города новороссийска он же присылал мне шартрез и еще несколько напитков о которых мы поговорим позже уже не в этом ролике так вот вермуты долин красный тоже сладкий вермут но это уже франция эти два представителя у нас россия эти два итальянца причем чинзана и мартини самые основные конкуренты в этом направлении если кто интересовался может быть смотрел какие-то старые коктейльные книги там очень часто в рецептах звучали такие ингредиенты как итальянский вермут и французский французский стиль вермутов подразумевал тогда что это как правило белый возможно сухой вермут примерно такой итальянские же вермуты чаще всего были сладкие это либо красный либо белый ну в данном случае сейчас современном мире все производители расширяют свою линейку и так же как у долин есть красный сладкий красный белый сухой вермуты также и у мартини есть свои сухие версии то есть здесь уже никакой предвзятости и линейки вермутов расширяются очень сильно давайте продолжим с наших представителей россия делоси это у нас производит алвиса именно тот бренд который делает коньяк старейшина и виски гленеглс вермут чар также россия производит пензенские водочные заводы очень много продукции стало появляться именно от этих водочных заводов сейчас на полках коньяки какие-то ликеры настойки много что уже видел встречал этот вермут в принципе за свои деньги неплохо напоминаю 200 рублей вермут чинзан здесь уже чуть-чуть поинтереснее этого первых италия на этикетке абсолютно вся информация есть это 1757 год это пожалуй на 1 самый старый производитель вермутов который здесь представлен и произведен впервые появился он в таком месте как турин и считался именно туринским вермутом кто может быть слышал такой коктейль как милана тарина где туринский вермут смешивался с миланским биттером компании сегодня некий подобный коктейль я хочу сделать с нашими победителями эта компания была основана в 1757 году двумя братьями которые были лучшими выпускниками туринского университета кондитерского и винодельческого производства этот бренд развивался очень широко в начале 20 века были открыты филиалы во франции и аргентине в 70-х годах он стал одним из лучших брендов своего времени и стал поставляться более чем в 50 стран мира а в 1999 году этот бренд выкупила компари групп теперь он входит в их портфель так что известный знаменитый продукт мартини у него история конечно чуть поменьше здесь насколько я помню уже 1863 год это также туринский стиль вермутов компания которая названа по именам их основателей это александра мартини и луиджи росси настоящее же время бренд мартини принадлежит такому концерну как бакарки а красный сладкий вермут в 1863 году был первым продуктом который они стали производить ну и наконец наш французский производитель это бренд долин здесь также абсолютно вся информация есть на этикетке вермуты этого бренда стали производиться с 1821 года сама же компания была основана в 1815 жозефом чего сам в 1843 году дочь основателя компании вышла замуж за луи фердинанда долина он же стал управлять винокуриным производством жозефа чего сам чуть позднее они переехали в такое местечко как шамбери и там уже основали свой бренд назвали его именем долин и несколько слов именно а руж а красной версии этого вермута в его основе входит такой виноград сорта они блан чаще всего он известен по производству столовых вин а также конечных спиртов именно во франции настала наконец самое интересное это дегустация наших продуктов в принципе многие бы наверно сказали что можно было сделать эту дегустацию вслепую на самом деле я уже делал это и вот эти три вермута у меня даже был снят по ним ролик но мне не понравился потому что они слишком отличаются друг от друга и делать что-то вслепую наверное было бы неуместно обратите внимание верму делоси имеет наливайку как у хороших брендов чара также россия без наливайки чинза на великолепный звук свеже открытой бутылки у меня очень большие ставки именно на этот вермут потому что как я уже сказал новый розлив бренда мартини мне не очень нравится долин хороший продукт но найти его будет конечно тяжеловато и я конечно планирую чтобы вот именно этот бренд этот вермут стал тем заменителем и тем основным ингредиентом мой коктейль а также великолепный звук вот сейчас при наливании кстати обратить внимание на цвет верму долин самый коричневый и такой даже немножко кирпичный цвет имеет вермут чара у нас получается самый красный эти примерно одного цвета по аромату когда я наливал мартини имеет самый такой пряный яркий насыщенный аромат давайте на вкус начнем с российских я немножко по-другому расставил потому что я перепутал чара и белоси в общем у делоси очень приятный насыщенный аромат но аромат близок к какому-то ликеру он очень яркий очень конфетный очень похож на жвачку на какой-то ароматизированный напиток чара в этом смысле не такой насыщенный но здесь уже есть какая-то посторонка если делоси посмотрев по составу я увидел что он сделан на вине то чара сделан на вине из яблок здесь у нас состав входит виноматериал фруктовый яблочный сахар лимонная кислота и натуральный экстракт экстракт верму трав краситель антоцины сахарный колер этиловый спирт делоси же у нас сделан все-таки на виноградном продукте состав виноматериал столовый красный сахар спирт натуральные пищевые ароматизаторы в том числе экстракт полыни горькой шалфея орегано масло корицы регулятор кислотности и консервант это кстати чувствуется вот в этом смысле делоси конечно намного ароматнее хотя во вкусе но к этому мы еще вернемся разница у них не такая критична верму чинзана вот здесь уже чувствуется тот классический стиль туринского вермута что мне нравится именно мартини я бы сказал они должны быть еще похожи они похожи но у мартини старого розлива более насыщенный пряный аромат здесь он поспокойней он чуть поделикатнее ну есть общие ноты до мартини конечно гораздо более пряный немножко волнуюсь верму долин французский стиль вермутов очень приятный аромат если вот у этих двух очень сильно чувствуется спиртозность по сравнению даже с этими здесь спирта практически нет здесь у вермута долин в добавлении к вот эти вот пряным специям есть какая-то интересная нотка похоже на аромат шампиньонов приятный фруктовый вот какой-то фруктовый чуть пряный и даже вот грибной о чем я и говорил чуть под раскроется еще разочек очень насыщенный конфетный невнятный чуть кисловатый пахнет чуть подбордившим яблочным вареньем чинза на приятный деликатный пряный очень такой интересный аромат самый яркий пряный здесь конечно мартини этот аромат не нравится вот кстати в нем тоже есть вот это не то грибная ну вот это наверно какая-то пряная нота давайте на вкус начну самого простого чара он сладкий кислинки практически не чувствуется здесь вот есть ощущение вот этого подбродившего варенья пряностей здесь очень мало нет какой-то посторонки и чего-то лишнего достаточно приятный продукт он кстати неплохо идет если вы сделаете например с газировкой то есть просто нальете вермут кусочек льда и газировки он отлично заходит делоси здесь уже чувствуется характерная вермутная горчинка но вот этот вот конфетный вкус он конечно очень сильно перебивает вот это ощущение не чувствуется вино ощущение взяли чупа-чупс в рот легкая горчинка практически нет карамели приятный вермут этот эффект полыни легкий вяжущий эффект он тоже очень неплох я его также пробовал со льдом с газировкой делал с ним не грони в принципе в не грони он тоже отлично заходит но если какие-то коктейли где уже нужно на первый план вытащить вермут он забивает он слишком сильно забивает вот этой конфетностью все что в него входит приятный неплохой вермут если вы где-то найдете в рублей за 300 за 400 за литровую бутылку хотя я бы лучше взял наверно пробу пол-литровую бутылку пол-литровую я в принципе таких не видел у нас только литровые и это плохо много места и сразу вы не выпить чинза на очень приятный аромат мне нравится вот вот так должен выглядеть вермут по крайней мере этот вкусный пряный насыщенная горчинка эффект вот этой полыни вот это вот горечи которая должна быть есть специи причем вкус развивается то есть если вы пьете эти два вермута выпил и вот как шло так и шло просто в конце пропало здесь вкус немножко изменяется от насыщенного горького переходит в приятный не то конфетный вот это вот ощущение как будто чуть под зажженной конфеты без лишних ароматизаторов потом наступает пряности насыщенный вкус неплохо отлично гораздо лучше по памяти чем мартини и нового розлива мартини старого розлива вот этот аромат мне нравится вот за это я полюбил этот вермут во вкусе они очень схожи очень много близких нот но вот здесь вот это вот не то грибна не то какая-то нота шампиньонов чуть побольше она немножко выступает на передний план и здесь поменьше горчинки как будто поменьше специй пряностей вермут чинза на обалдение приятный вкусный пряный не такой насыщенный как мартини но возможно это даже плюс для некоторых коктейль ну и наконец самый дорогой кстати не сказал по цене она в принципе вы можете взглянуть в ролике ладошний большой спойлер он мне обошелся 1150 насколько я помню за бутылку 0.75 эти все бутылки литровые аромат чуть под раскрылся да пряный интересный и не спиртозный абсолютно крепость 16 градусов очень приятно легкая горчинка гораздо меньше чем в чинза на и соизмерима с мартини привкус вот это вот жженой корочки причем скорее белого хлеба особенно на выдохе это чувствуется вот этот вот грибной дух грибной аромат именно шампиньонов очень легкий легкий аромат приятно приятно обволакивают рецепторы очень вкусный вермут блин не зря его взял обязательно буду делать с ним коктейли смело можно переделывать в юкаре мартинес манхэттен что еще такого делал с шотландским виски это был бобби бёрнс да смело можно переделывать и пробовать именно с этим вермутом чинза на из них самый горький мартини самый пряный долин же сбалансирован он очень вкусно если у вас будет возможность приобрести либо попробовать этот вермут обязательно сделайте это вы не пожалеете особенно если вы такой любитель коктейлей на основе вермута к примеру мартинес сейчас один из моих самых любимых коктейлей не грони это вообще best of the best предлагаю все таки сделать коктейль можно было бы сделать не грони можно было сделать манхэттен можно было сделать мартинес или еще какой-то крепкий коктейль но сейчас у нас лето сейчас хочется чего-нибудь освежающего и легкого самый очевидный вариант тем более я его никогда не делал это коктейль американо кто не знает это коктейль который готовится в бокале методом билд и в него входит всего лишь два ингредиента ну не считая газированную воду это вермут и биттер компании именно тут самый миланский горький ликер кстати очень неплохой вариант это красный биттер от люксарда ролик про него можете взглянуть ссылочки в углу застав коктейля американо входит в равных частях биттер компари и красный вермут и две части газированной воды которая также присутствует за кадром первое что буду делать лед бокал в качестве мерной посуды три одинаковые рюмки объемом 40 миллилитров в который я налью для начала компари и следом идет сладкий красный вермут также по порядку начнем с чинзана следом идет старый розлив бренда мартини если брать ценник вермута чинзана и вермута мартини они отличаются примерно в два раза можно найти рублей за 600 за 650 и чаще всего более чем за тысячу если смотреть в интернет-магазинах ценник на верму долин то он уже приближается к 1600 1800 я не знаю по какой случайности обнаружил его в сети алкотека за 1150 чему неимоверно рад и газированная вода можно конечно отмерить это все джиггером давайте попробуем все-таки джиггером ровнять так ровнять две части простой газированной воды чуть это все перемешаем чтобы наш коктейль сбалансировался потому что тяжелый компари вермут и газированная вода образовали три равноценных слоя если вы не перемешаете этот напиток то будете каждый раз пить абсолютно новый коктейль еще чуть не забыл про украшение в качестве украшения в каждой из коктейлей пойдет долька лимона и ягодка черешни о великолепные коктейли а начать я хочу с вермута долин мне очень интересно как он будет здесь себя чувствовать это великолепно очевидно что главную ноту в этом коктейле как и во многих подобных тоже не гроне и бульварде играет конечно компари но верму дает свою ноту здесь чувствуется долин здесь чувствуется мартини тут пряностью яркостью вот этот пряная некоторая грибная нота она очень хорошо на контрасте с вермутом мартини очень вкусно чинза на в этом смысле самый фруктовый мартини самый пряный вермут долин просто великолепен самый сбалансированный коктейль он кстати больше всех прячет биттер компари здесь компари выделяется сильнее причем что мартини что в чинза на он чувствуется сразу с вермутом долин коктейль американо компари идет чуть на послевкусие вот эта горчинка великолепный коктейль великолепный он очень летний он очень легкий для любителей не грони это не грони на минималках но здесь чувствуется как верму так и биттер легкая горчинка аромат цитрусовых обязательно добавляйте в свои коктейли цитрусовый в тот же не грони без апельсиновой дольки это совсем другой коктейль коктейль шприц без апельсина лимона лайма это другой напиток и здесь лимончик очень хорошо чувствуется очень подсушивает своим ароматом и даже вызывает некий аппетит ну и красивая вишенка это отлично и вермут это очень важная вещь так что выбирайте по своему вкусу либо конечно по возможности если у вас есть возможность взять верму чинза на берите его есть возможность взять верму долин берите его не ошибетесь надеюсь вам было интересно обязательно ставьте лайк подписывайтесь если вы еще не подписаны и указывайте в комментариях чтобы вы еще хотели а с вами был дмитрий канал миксдринк ваше здоровье всем пока